У нас в России три варианта. Путин остается живой, несмотря на всех, избегает переворотов и кремлевская медицина продолжает его жизнь или справит двойник Путина под видом Путина, неважно. Он остается и они сохраняют вот этот курс на изоляцию, на попытки договориться, на там где-то обойти санкции, но в общем в целом проседают очень сильно, не могут проецировать военную силу и пытаются сосредоточиться внутри, начинается внутренняя борьба. Раз вариант. Хотя, конечно, будут огрызаться на Украину, на Грузию, на Молдову, на Эстонию. Как и огрызались, только уже пожиже. Труба пониже и дым пожиже будет, потому что они лишили армии боеспособности и не могут проецировать военную силу, основу своей внешней политики. Значит, вариант Путина устранили. Сам умер, ушел добровольно, попросили, все что угодно, он ушел. Тогда побеждают либералы. Если бы Путин без войны ушел, победили бы более сумасшедшие фанатики войны в России. И мы бы имели хороших полгода, полтора года фашизма российского с такой же войной, только точно почти уже с применением тактического военного оружия или чего-нибудь такого, с безумной попыткой мобилизировать. Вот такие, типа Шойгу. Но эта партия из-за этой неудачной войны очень сильно просела, она не поднимется. Разборки между силовиков, аресты, эти вообще боятся отсвечивать и прочее. Есть куча олигархов, которые думают, ну блин, мы хотим быть встроенным мировое разделение труда, какого хрена, хотим в Ниццу по-прежнему ездить, у нас все отобрали, яхты и так далее. Вот они попытаются договориться. И вариантом будет, скорее всего, выпустить Навального. Ну, как символ. Навальный или около того. И вот это самый худший вариант для Украины. Объясняю почему. Нашим зрителям. Потому что они действительно устроят настоящий парламентаризм. То есть будет несколько политических партий. Они действительно, поскольку Россия это тень Запада, тень в юнгианском смысле, с большой буквы Т, они как бы договорятся очень быстро с Западом. Запад жаждетно договорится. С них снимут санкции, в том числе высокотехнологические. Они начнут догонять мировое производство. Работать они умеют, особенно по отдельным отраслям очень хорошо получается. Торговаться Западом, нагибать Запад они умеют прекрасно. И другие страны. Они, поэтому Запад так охотно и вводят санкции. Есть часть на Западе, которая воспользовалась, сказала, давайте доломаем и переделим рынки, пока есть возможность. Часть хочет снять себя. Они вступают в жесткую конкурентную борьбу, как нормальная страна Запада. Нормальная страна большого западного мира, цивилизации. И Запад аплодирует, потому что он увидит все формальные признаки нормализации ситуации государства. Парламент работает, политическая конкуренция, СМИ заработали и так далее. И вот эта либеральная Россия, которая устроит смычку с частью эстеблишмента на Западе, в Соединенных Штатах против Китая и так далее, она очень быстро накачает Россию до такой степени, что нам будет очень сложно с ней конкурировать. Потому что снова высокотехнологическое оружие, снова экспансия экономическая и культурная экспансия и так далее. Для нас это худший вариант. Для нас лучший вариант, если бы Путин продолжал, пожил бы еще некоторое время и ее бы просто доломали санкции, чего многие не понимают. Когда украинцы радостно желают смерти Путину, это, конечно, все очень мило, но только жизнь Путина для нас куда более выгодный вариант, чем победа любых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА